Их продажа еще не запрещена, но Совет Федерации рекомендовал ограничить распространение. Лжеснюсы или же бестобачная никотиносодержащая продукция все еще остается на наших прилавках. Пока это законно. Чтобы оградить курян от вредной смеси, активисты проекта «Народный патруль» проехали по торговым точкам. Узнать, продают ли там смеси и напомнить о их вреде. Вот только выявить факт продажи становится все труднее. Снюсы стали прятать. Их просто с видных мест убрали. Начинают в табачных лавках в вечернее время, к концу рабочего дня торговли продавать. В частности, вчера был такой факт замечен. Когда возле кассового аппарата кто-то положил бумажку, на которой было написано адреса. Без запаха, без вкуса. И телефон звонить по нем. Телефон для того, чтобы можно было эти снюсы продать. Во время проверки продавцы разводят руками. Снюсы не продают. Да и что это такое, даже не знаю. Осмотр магазина показал. Без табачной никотиновой смеси и правда нет. За это торговая точка получила наклейку «Снюс.нет». Вы спросите, можно вам такую наклейку наклеить, что ваш магазин не торгует, да, если мы опасны продукции. Еще одной точкой на маршруте рейда стал специализированный табачный магазин. Не так давно на его двери висела табличка «Снюсы». А сейчас продавец признается, что больше таким не торгуют. У нас же 100-го числа, мне сказали все убирать. И вообще, там была рекомендация Совета Федерации, что в зимний период времени... То есть у вас вообще ничего не осталось? А что же делали с остатками? Вы просто их убрали? Да. В результате рейда по торговым точкам факт продажи бестабачной никотиноводержащей продукции выявлен не был. Но основываясь на этих данных, нельзя сказать, что снюса нет в магазинах. Закон о запрете его продажи пока находится в разработке. Анастасия Шугаева, Сергей Дорохов. События дня.